Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого Монастыря, Мужского Монастыря. Здравствуйте, батюшка! Рады вас приветствовать в эти новогодние рождественские дни, тем более и в такой особенный вечер, когда мы уже вошли в праздник обрезания Господня и праздник памяти святителя Василия Великого. Первый вопрос, конечно, я хотел бы как раз посвятить этим праздникам. И в стихирах это мы слышим, и в многослужениях, и так далее, что в восьмой день по обычаю ветхозаветному происходило обрезание. И вот, наверное, может показаться странным, ведь мы сейчас никто не совершает таких обрядов, и вот особенным даже богослужением ко всеночным днём это как-то празднует. Спасибо за вопрос. Действительно, Церковь этот праздник очень чествует, и имеет он большое и практическое значение, и догматическое значение. И прежде всего мы должны обратиться к словам священного Писания Ветхого Завета, где именно по вот этим вот актам, действиям, которые происходят уже в новозаветное время, мы можем идентифицировать родившегося Христа как именно Мессию. То, что он будет принесён в храм, то, что нарекут имя ему, да, великое имя будет, вот, Бог велик, Бог славен. Вот, также мы можем это и заметить, и на страницах священного Писания, Псалтыри, книги священные, да. Ну и, конечно же, если догматически рассматривать вопрос, то была такая ересь, докеты её исповедовали, от слова «доке» оказаться, которые проповедовали о том, что Христос имел только призрачную, кажущуюся плоть, вот, он не был настоящим человеком, вот, только божество, только мысли о нём были бы правильны, только превозношения его как Бога, может быть, были бы правильны, но ни в коем случае не превозносили его как истинного человека, не чествовали как истинного человека. И вот это вот событие обрезания, оно как раз перечёркивает все домыслы неправильные, все учения докетов о том, что это была призрачная плоть, и то, что они говорили даже о том, что Христос призрачно пострадал, то есть Он вообще не пострадал, не мучился. По сути, всё богословие, всё так вот крушит. Да, и никакой жертвы не было искупительной. И на самом деле была искупительная жертва, это был настоящий человек, такой же, как и мы, и мы Христа вот именно славим и любим за то, что Он показал, что с нами будет, что будет с нашей плотью, что будет вообще с Божьим замыслом о нас, понимаете? То есть мы и умрём, и воскреснем, и Христос показал, как это будет. Вот, поэтому для догматического учения Церкви этот праздник имеет огромнейшее значение. Ну и, конечно же, само обрезание, оно является особым предзнаменованием следующего, как бы, посвящения ребёнка Богу, да? Это прообраз крещения, который, в принципе, по уставу церковному люди должны были бы приносить своих детей, крестить. Им представлялись бы или находили родителей крёстных, которые бы заботились об их вере. Поэтому здесь мы видим и историческое, и церковное значение, и догматическое значение. Вот, поэтому значение этого праздника для православных христиан имеет вот и практическое значение в том числе. У нас есть телефонный звонок, тем временем давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Игорь, вот у меня такой вопрос. Сегодня я прочитала одно высказывание девочки-подростка 14 лет, что она не пойдёт больше в шеркать. Почему? Да потому что её отпугнуло шеркать своими высказываниями о постоянных врагах, о постоянных страхах за жизнь. Девочке хочется, чтобы в шеркви был праздник, а о чём-то вечном слушать не хочется. Поэтому вопрос, что ответить такому подростку, может быть, и в шеркви для привлечения молодёжи стоит что-то изменить во время службы, Сергей? Вопросов нет. Это вам, наверное, вопрос. Я могу ответить, но у нас формат другой. Да, батюшка должен ответить. Ну, я думаю, вы ответите так же, потому что у нас дух один здесь. Дело в том, что если девочка прочитает о метро или о том, что в автобусе, в метрополитене, в самолётах совершаются террористические акты, получается, по её логике не надо вообще пользоваться этим транспортом. Или всё время бояться. Бояться, да. Не надо пользоваться деньгами, потому что их всё время подделывают. Не надо пользоваться банковской системой или электронными носителями информации, потому что они могут ошибиться, и она может потерять всё вообще. То есть логика здесь абсолютно нерабочая, именно детская. Потому что, в принципе, что утешает, то, что это детская логика, и это ребёнок об этом думает. Ну, а с ребёнком надо, соответственно, педагогическому уровню, образование этого ребёнка, с ним на этом уровне разговаривать. То есть сначала у него надо доказать о том, что её мысли, они применимы абсолютно ко всему и постороннему, что может и не иметь отношения к церкви, да. То есть она может столкнуться с трудностями не только в церкви. Это первое. Ну, а второе – рассказать то, что в церкви самое главное – это Бог. И, по всей видимости, она, не понимая, что такое Бог и зачем Он нужен, и как практически пользоваться церковью для души, для своего спасения, то, конечно, мы надеемся, что она подрастёт и поймёт, и будет понимать, что это были именно детские мысли, которые, ну, имеют право на существование. Правда? Ребёнок растёт, меняет свои взгляды, убеждения, как положительные, так и отрицательные. Я думаю, что она поменяет их в положительную сторону. Ну, это такой частный случай. Абсолютно. Надо разбираться ещё, в какой середине она растёт. Может, она ходила только в мужской монастырь, где служба по семь часов, и она устаёт. А мы не знаем ещё, выходила ли она в православную церковь, или, может быть, она с мечетью рядом живёт и думает, что церковь там же тоже купола. Поэтому здесь надо действительно правильно дифференцировать, правильно определить, какое состояние, ни в каком состоянии девочка находится. А может быть, это переходный возраст и протест? Может быть, да. Может быть, на неё мальчик не обратил внимания, или там конфеты мама не поделилась, и вот во всём виновата церковь. Да, но тем временем мы благодарим телезрителя за звонок. На самом деле, очень важный вопрос. Он всегда вечный, что касается молодых людей. И мы ждём также ваших телефонных звонков и ваших сообщений нам в WhatsApp по телефону 8495-781-4954. Вы можете дозвониться, а также написать им, если останется время, если хватит, вернее, времени, мы ответим на ваши вопросы. А ещё здесь, знаете, вот, извините, я за то, что немножечко вклиниваюсь в наш общий ход. Вы заметили, маленькая девочка написала что-то, и уже кто-то нашёлся, кто прочитал, и эту информацию каким-то образом, как дрожжи, да, оно всё это взбухивается, вот так вот растёт, на это обращают внимание. И очень много полезного... Это не девочка написала, кстати. Да, да, да. А много того, что происходит полезного, хорошего, как, допустим, 10-летний мальчик, там, спас 8-летнего, 9-летнего ребёнка из пожара, да, или бросился в реку, там, 15-летний парень спасать двух тоже девочек утопающих. Об этом почему-то вот как бы или умалчивают, или молчат. А я уверен, что каждый день происходят какие-то события, которые имеют огромное значение такого вот нравственного, религиозно-нравственного характера. Очень много людей, которые помогают, вот, допустим, мальчики, девочки, помогают людям, которые умирают, да, приходят в больницу, в хосписы, и, допустим, калятки поют, как-то обращают внимание на поколение людей, которые нуждаются вот в помощи, во внимании, а почему-то об этом не пишут, да, вот именно вот какой-то хайп хотят поймать на том, что вот какой-то ребёнок вот разубедился. То есть, если оно имеет право на существование, то я считаю, что имеет право на существование и то полезное, то хорошее, что происходит вот в стенах церкви, и где церковь ассоциируется с абсолютно положительным героем, и его надо тоже пропагандировать и рассказывать людям об этом. Вот, я считаю, один из вопросов, который нам прислали в WhatsApp. Мне 36 лет, и у меня двое детей, они подростки, я ни разу не исповедовалась, и не знаю, как к этому прийти, потому что не было родителей, чтобы вообще хоть что-то бы объяснили. Подскажите, как мне быть, чтобы я своих детей привела к Богу, к церковь? Она и сама не исповедовалась, да? Ну да, не было у неё примера, соответственно, она пример не показывает детям. Не могу сказать, неизвестно, но вот эти подростки, видимо, тоже трудно. Хорошо, что есть такой вопрос, но прежде всего надо узнать. Она не пишет о том, что, знает ли она, что у неё, как бы, в её городе есть церковь или в селе, где она находится. Вот, и сначала самой сходить в церковь, посмотреть, какая она, что там внутри происходит, какие там богослужения, какие там свечи существуют, посмотреть, есть ли там святой, да, имя, которое она носит, и чтобы, допустим, она узнала об этой церкви побольше сама, прежде всего. Почему я так говорю? Потому что при каждом храме, вот по благословению нашего священноначалия, святейшего патриарха Кирилла, приходская жизнь развивается, и при каждом храме может быть воскресная школа, либо какие-то курсы, либо какие-то часы, да, где посвящают родителям, где посвящают детям особое время, в субботние воскресные дни. И вот с этих мелких шагов, да, вот надо приступать потихонечку к церкви. Но подготовки к таинству исповеди никакой нет. Она должна быть внутренней, сердечной, и тебе вот именно хочется пойти в церковь, найти духовника, священника, с которым можно поделиться. Как это сделать? Это уже надо просто методом проб и ошибок. Можно даже не исповедь, а просто побеседовать. Да, беседа, конечно, вот, да. Ну, есть замечательные ресурсы, да, вот, допустим, православие.ру, правда, азбука тоже .ру, вот, это церковные ресурсы, на которых очень много. Телеканал «Союз». Телеканал «Союз», совершенно правильно, где постоянно в такой вот доступной форме человек знакомится с тем, что может ему принести огромную пользу для его души. Отец Александр, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос как раз по человеческому Христа. Известно, что... Почему? По догмам, да, церкви Бог – это дух. Человечность Христа, я имею в виду. А дух, то есть, дух – это в трех ипостах, значит, Отец, Сын и Святой Дух. И Бог не изменен. Но дело в том, что Христос, когда вознесся, Он вознесся в теле человеческом. Как же тебе получается, что Троица изменилась? Два духа, одно тело, дух и с телом. Как получилось так? Интересный вопрос. Ну, дело в том, что здесь человек, к сожалению, закован в определенные рамки, шаблоны и штампы, понимаете? Здесь, как бы, сами богословы, для того, чтобы богословствовать, они должны воспринимать учения о Пресвятой Троице не только умом и сердцем, а духом. Как это? Ну, наверное, если рассматривать с точки зрения программиста, то есть это должно быть какая-то информационная, какая-то такая вот матрица, наверное, чтобы представлять, где что поставить, для того, чтобы образовался алгоритм программы, да? Вот как эти программисты составляют программу. Ну, таким вот образом, примерно, да? Потом они применяют определенные математические, практические формулы и таким вот образом прописывают ее, да? И компьютер выдает определенный, вот, какой-то штамп, такой видимый продукт, да? В виде окна, интерфейса определенного, ну и так далее. Здесь же, что учит Церковь, здесь прежде всего необходимо просить Бога, чтобы Он даровал разумение, веру и разумение. Это определенные духовные дары Духа Святого, которые помогают человеку определиться с сознанием и восприятием Бога, да? Потому что Богу, человеку Бога понять, ну, из-за нашей ограниченности, нашей греховности, к сожалению, невозможно. Что касается учения Церкви о Спасителе, то, да, действительно, здесь правильно сказано то, что это истинный Бог, истинный человек, и по плоти Христос показал нам пример. Но это совершенно не значит, что Христос ограничен этой плотью. Он вочеловечился, да? Он пострадал, он умер, он воскрес этой плотью и вознесся этой плотью. То есть был показан пример, что происходит, как происходит. То есть вот этот вот механизм, потому что человек все время думает об этом. И у человека эта больная, на самом деле, как бы сторона, потому что он все время заботится о ком, прежде всего, и о себе в том числе. Поэтому здесь вот Христос закрывает этот вопрос полностью, показывая, что происходит и как оно происходит. Да, он возносит. Но здесь же выпадают тогда следующие моменты, когда Христос во плоти явился двум путникам, да, на примере. Когда они шли, разговаривали, он шел, слушал, вот, спросил, что случилось. Если они ему говорят, неужели ты не знаешь, вот, то-то, то-то случилось. А потом они приходят в конечный пункт своего назначения, садятся в вечередь. Происходит что? Преломление хлеба, он благословляет. Они понимают, кто, и он исчезает. Да? Почему здесь вопрос не возникает? Почему вот на этом уровне, допустим, не осуждать, вот, как бы, ну, так сказать, плотяные или человеческие свойства личности Христа, да? Или когда Христос, допустим, в пустой комнате возникает среди апостолов, из ниоткуда он возникает и говорит мир вам, да? И когда, допустим, он возникает в другом качестве, как садовник, да, женщинам, которые пришли посмотреть, где находится Христос, да, они видят, они не видят ран. Там Евангелие тоже не подчеркивается о том, что в других случаях где-то он с ранами ходит и с раной там, где в Межреберии, куда можно было руку положить, да? А для того, чтобы уверить одного человека, а вместе с этим все человечество христианское, то, что это действительно Христос, Христос является со своими ранами, да, тоже. Он не через дверь, не через окно зашел, он так вот появился. Он говорит мир вам и подзывает Фому, апостол, и говорит, вложи свои персты в рану моей, вложи руку свою в рану моей. Здесь почему не возникает вопрос? А вот почему-то человек, Христос, Богочеловек, возносится на небо, и вот плотью, где он пребывает. Ну, нам это не дано знать, вот. Но мы знаем, что Бог эту плоть может, как он там пребывает в плоти или без плоти, это уже, это как бы личное дело Бога. Он показал нам свою любовь к нам, показал, как произойдет спасение, показал нам, что он в этой плоти, так как он ушел, да, он и придет с этой плотью нас судить. Потому что это будет видимое явление, потому что от конец до конец земли узнают все это, будут и громы, молнии, будут особые явления, будут какие-то катаклизмы, да. Но человечество все узнает, что это второе пришествие, и Христос приходит во плоти судить, да. Поэтому здесь вот скрывается и догматический смысл учения Церкви, который заложен уже на страницах Священного Писания. Поэтому здесь, почему он туда ушел? Потому что он придет, потому что мы его ожидаем. Как он там живет, мы не знаем, от нас это пока скрыто. Вот, но Христос сказал, чтобы мы исполняли его заповедь для того, чтобы с ним жить дружно, и для того, чтобы попасть в Царствие Небесное. Да, спасибо нашему Евгению. И да, и вместе с тем Бог не перестает быть Духом, да. Бог есть Дух, но Бог троичен в лицах, да. То есть здесь тайность Я велика есть. Поэтому здесь надо, знаете, просто даже одним часом мы не ограничимся на полное объяснение вот свойств Божьих. Ну, все же, Евгению, спасибо за вопрос. Спасибо, да, он действительно всегда удивляет такими. Он показывает пример нашим телезрителям, что надо звонить, задавать вопросы. Да, да. И у нас как раз есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос к батюшке. Вот у меня жена посещает протестантскую церковь, точнее, боттийскую церковь, но я вот против этого. Вот что вы посоветуете мне? Она посещает, простите? Угу. А у вас дети есть? Да. Дети есть? Есть, есть. А дети крещены в православии? Да. И ходят в православный храм, да? Ну, а ребенок ходит сейчас с мамой. Угу, спасибо. Ну, дело в том, что здесь видно, что мама, она, ну, скажу, как в психологии происходит. Мама Альфа самец дома. Она всем заправляет. Понятно вам? Ну, у мамы вот так вот. То есть для мамы авторитеты как-то? Авторитет мама, да. Мама, значит, сделала погоду в доме, да, и она, может быть, обладает большими правами, какими-то, может быть, эти права, они нематериальные, может, и материальными правами она обладает больше, где она может сказать или так, или никак. Вот. То есть она, по большому счету, может манипулировать людьми, которые находятся рядом с ним. Что здесь делать? Молиться, прежде всего. И, ну, узнать, что это за так называемая церковь, какая протестантская, там еще куда ходят. Может быть, это просто какая-то манипуляция тоже? Может, может быть, да. Вот. Здесь как себя вести? Ну, прежде всего, молиться за свою семью. Надо узнать вам, куда она ходит, что за организация. Изучить. Ну, как бы, может быть, она вообще запрещена в России. Понимаете? Если она запрещена, значит, надо по закону действовать так, чтобы не ходила она туда. Ну, здесь это, скорее всего, может быть, относится к личной беседе какой-то, потому что универсального ответа я не могу дать, но что касается вас, так это надо, значит, ходить в храм Божий, причащаться, вот, стараться поговорить с ребенком, потому что ребенок имеет право выбора, хочу я пойти с мамой или не хочу пойти с мамой, да. Если с папой будет интереснее, ребенок пойдет с папой. Понимаете? Если мама его может подкупить или, там, переманить на свою сторону, почему папа не действует такими способами, какими действует мама, да. Ну, и в конце концов, надо определиться, как бы, кто в семье хозяин, вот, наверное, так вот поговорить. Конечно, в семье не должно быть религиозных воин, вот, но надо помнить, что если ребенок крещеный в православной вере, то он должен ходить в православную церковь, вот, и если какие-то бзики, там, баптистские, там, ну, это в кавычках, конечно, я очень уважаю людей, которые принадлежат баптистской церкви, исповедуют свою веру, я ни в коем случае, я с ними не дрался бы и в полемику такую богословскую не ступал бы, да. Но вместе с тем, если есть в семье православный человек, то все-таки крен должен делаться в православную сторону, вот. То есть, возможно, даже здесь его любовь к служению, конечно, конечно, то есть, ты знаешь, почему я православный, не потому, что Россия православная, не потому, что здесь много православных церквей, да, почему я православный, потому, что я знаю, что через православие я могу спастись, я могу обрести Царствие Небесное, я могу встретиться со Христом, я обрету определенную благодать общения с Богом, да, я буду радоваться, там, я не буду страдать в аду, да. По учению православной церкви, ну, мы, по-моему, так должны исповедовать свою веру, и эта исповедь, наша вера, она даже до смерти, да, как ее свидетельствовали веру наши первые мученики, и мученики и в советское время свидетельствовали о том, что они, да, принадлежат православной церкви, от веры на нее отказываться не будут, получали пули и попадали в Царствие Небесное. Мы об этом верим, мы об этом знаем. Поэтому здесь то же самое остается, все эти правила остаются, просто ими надо правильно мудро пользоваться, не доводить до скандала, вот правильно, как сказано в Священном Писании, будьте мудри, как змеи, да, и смиреннее, как голуби. То так. Церковь выступает против процедуры ЭКО. Такая больная тема, я думаю, что вы справитесь. Ну да, она знакомая, да. Выступает против процедуры, объясняя, что в процессе этой процедуры совершается грех. Но ведь то, что мы лечимся и совершаем какие-то изменения в себе с помощью докторов, ведь не считается грехом. Так, подождите, здесь надо сразу... То есть как проводится грань между тем, что можно и что нельзя? Рэперные точки ставят. Но если, допустим, у человека кариес, это болезнь, болезнь, да, то, что если человек не лечит кариес, он теряет зубы. Теряет зубы, у него страдает весь желудочно-кишечный тракт. И кошелек еще страдает. И кошелек страдает, и человек такой быстрее умирает, потому что нутриенты, которые он получает, пищу, она неправильно срабатывает, неправильно перерабатывается, ну и отсюда целый комок болезней. Другая болезнь. Человек попадает в аварию. Ему там перелом ног, там очень большие раны. Их что, лечить не надо, что ли? Их надо зашить. Человека надо положить на определенный стол, определенные процедуры провести, чтобы его поставить на ноги, чтобы он нормально функционировал. Это болезнь, болезнь. То, что касается ЭКО, это уже биотехнологии. Понимаете? Это болезни, болезни розни. Дело в том, что ЭКО, это когда берется несколько яйцеклеток, несколько оплодотворяются, да, выбирается из них самое сильное. И те, которые считаются по определенной шкале, по определенным градациям, те уходят в такой биологический мусор. Церковь, она оговаривает то, что если делается одна яйцеклетка и одна, как говорится, подсадка этой яйцеклетки матери, плохого здесь ничего нет. Мы выступаем против того, что когда оплодотворяется несколько яйцеклеток, то есть если она оплодотворенная, то все, человеческая жизнь началась, зародилась. Подсаживайте две, хорошо, две, две, пусть будут близнецы. Это возможно. То есть подсадить так, чтобы было стопроцентное гарантия того, что человек родится и не ушел к другим. Церковь очень, это институт очень таких вот умных мужей, да, очень образованных людей, которые в принципе думают над всеми вопросами, которые мучат человечество и тоже дают правильные ответы, да, то есть ЭКО. Если мы признаем жизнь, то мы, следовательно, должны и уважать эту жизнь. Две жизни, пожалуйста, пусть две жизни и развиваются. Это возможно. До девяти жизней там могут развиваться. А если плясать под дудочку того, я хочу, я это не хочу, но извините, это вы выберете. Вы хотите ребенка? По этой технологии, то давайте вот можно прибегнуть, но только вот с определенными вот такими вот вариантами, которые я признаю, я могу позволить себе как православный человек. Если ты какой-то там безбожник, там еще, ты можешь делать что угодно, но ты будешь отвечать перед Богом. Вот. Поэтому и церковь вот дает такие практические советы. И здесь страшно абсолютно ничего. Как рассматривает церковь тех людей, которые не могут иметь детей, ну, это тоже разновидность такой вот нормы, это в кавычках нормы человечества, которое живет во грехе. Понимаете? Ну, у кого-то нос длиннее, у кого-то уши там меньше, у кого-то глаза карие, у кого-то голубые. Много может быть чего, и это входит в эту же норму, да, людей, которые живут на земле, у которых распределяется вот по таким каким-то генетическим законам вот такие вот проявления в их жизни. Может быть и так, что, ну, у человека вот не может быть ребенка. То есть от рождения, а может быть и после того, когда человек, допустим, после греха там вот аборты делают, да, трубы, вот маточные трубы с пайкой произошла, либо там воспаление, либо их удалили, там всякое бывает. Вот. Либо нематочная беременность, но всякое бывает. Поэтому потом прибегают к таким вот методикам экстракорпорального кладотворения. То есть вначале делало, что хотели, ну, потом... Да, да. Почему? Почему церковь должна быть виновата? А потом, знаете, удивляет тот момент, что ругают церковь. А почему это? Ну, а почему церковь должна плясать под вашу дудку греховную и плясать греховные танцы? У нас есть определенные правила. Вот. Вы эти правила игнорируете. Потом нас говорят, почему вот в Царство Небесное? Ну, потому что Христос сказал, что вот такие вот должны быть условия для того, чтобы попасть в Царство Небесное. А у нас хотят церковь привести к такому знаменателю, общему знаменателю демократизации, да, то есть вот, что есть демократическое общество, и церковь, в том числе, которая существует, она должна тоже под эти законы демократического общества временные плясать. А у нас есть все-таки закон вечный от Бога данный, поэтому мы придерживаемся его. Отец Александр, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я была у психолога, задавали вопросы. Скажите, пожалуйста, как правильно ответить на вопрос, что общего между стаканом и петухом, между плащью и ночью? Ну, здесь дело в том, что между чем? Стаканом и петухом? Стаканом и петухом, плащью есть, не понял. Ну, нет. Ну, здесь дело в том, что это тесты, которые, которые, видимо, имеют свои ключи, да, и ответ каждого человека, он должен быть оригинальным. Вот как вы ответите, так вы ответите. Я отвечу по-другому. Вы ответите по-третьему, да? Вот. Поэтому и по вот этому ответу будет по определенным ключам, как бы, градация, ну, может быть, нарушений мыслительных или каких-то процессов, которые происходят в головном мозге. Такого универсального ответа нет. Понимаете? Вот еще такой вопрос. Как православному христианину справляться с паническими атаками? Это духовная или медицинская проблема? Ну, дело в том, что есть такие вот состояния, которые могут привести к развитию панических атак, а есть такое вот состояние, которое уже требует психиатрического или, соответственно, медикаментозного лечения. То есть православный христианин должен помнить об этом состоянии. То, что если есть уже психиатрический статус, если уже болезнь развелась, то в организме, ну, в головном мозге, то ее надо лечить. Определенными препаратами назначают препараты определенного действия, которые, допустим, блокаторы серотониновых, обратного захвата серотониновых рецепторов. Ну, в общем, там, это неважно. Для этой студии, в общем, назначают препараты определенные психиатр, да, не надо бояться этого слова. Сейчас уже, по-моему, на учет не ставят. То есть это болезнь, которая в сопровождении ведется врача-психиатра. Наверное, в больших городах это часто явление. Это очень частое явление, да. Вот оно быстро находится, быстро очень ставится диагноз, и очень хорошая помощь оказывается, действительно, при назначении этих препаратов. Вот. И, значит, не надо бояться. И потом люди некоторое время находят в сопровождении психолога, который определенными методиками, определенными действиями помогает этому человеку социализироваться. Вот. И такой человек абсолютно нормально продолжает жить, вот, функционировать, выполнять свои функции и задачи. Вот. Болезнь духовная. Ну, все болезни, которые существуют, это болезни, которые связаны с поражением головного мозга. Понимаете? Либо с органическими поражениями, либо вот нарушаются передатчики, межнейронные передатчики определенных химических веществ. Вот. И надо при помощи, вот, фармацевтических препаратов наладить нормальную работу между нейронами, либо компенсировать работу между полушариями. И таким вот образом это уже занимаются врачи. Вот. А духовно это когда нет вот этой вот еще проблемы, да? То есть все в головном мозге нормально абсолютно функционирует, но происходят какие-то вот явления, которые человек себя, допустим, накручивает, да? Головной мозг нормальный, все там работает нормально, но человек очень эмоциональный. Здесь уже, конечно, это духовная проблема, с которой человек должен уметь справляться. Молитва, вот. Правильное разъяснение, может быть, между родителями, может быть, пойти к священнику поговорить, если это грамотный священник, ну или психологу, и получить там какую-нибудь консультацию. Вот. Как должны вести себя такие люди. Так вот уходить себя тоже нельзя. Вот. Кто-то начинает Иисусову молитву читать, кто-то начинает Богородичное правило читать, кто-то начинает... Это тоже неплохо, наверное. Это неплохо, но дело в том, что если у человека предболезненное состояние, или болезнь только развивается, то ее надо все-таки правильно поймать, диагностировать и оказать правильное лечение или помощь, оказать такому человеку. Да, ну, допустим, вот как вы относитесь вообще к такой практике, что священники иногда советуют обратиться к психологу? Очень хорошо, это необходимо. А как вот здесь выбрать, как попасть? Ну, дело в том, что, понимаете, ну, человек, допустим, вот говорит о том, что вот, ну, у меня вот какие-нибудь там мысли, которые не связаны, допустим, с какой-то болезнью, да, вот мысли об осуждении, да, вот молиться мне или не молиться. Я думаю, что это все-таки, и любой священник подтвердит, это все-таки его область, да, то есть как себя воспитать. Это воля человека. Если есть, конечно, поражение воли, да, это уже психиатр. А есть то, что, допустим, человек должен сделать. Вот священник как может диагностировать это? Он говорит, то есть вы вообще ничего не делаете? Или вы пойдете там музыку послушать, телевизор, там, поболтаете с кем-нибудь, там, скушаете что-нибудь. Да, человек говорит, я вот именно сделал то, что вы сказали. Вот. Тогда это уже, это область действия священника. А если человек говорит, нет, я вообще ничего не хочу, я вот повернусь, отвернусь стенку, закрою глаза, ничего не двигаюсь, никому ничего не готовлю, за собой не убираю, я хожу под себя там или еще, ну, вот так вот, то это уже болезнь. Здесь надо не только психолог, но еще и психиатр. Здесь вот такую помощь надо оказывать. Поэтому вот такая вот работа с людьми, она требует определенных знаний. Может быть, они должны быть неглубокие познания у священника, тот, который не имеет определенных потенций или познаний в этой области, то, конечно же, он должен быть всегда в связке с психологом. Вот. Ну и не бояться предложить человеку обратиться к психиатру. Здесь страшного ничего нет. Сын собирается жениться, будущее снаха неверующая. Не принимает и не понимает веру, не желает меняться, не прислушивается к мнению сына, в церковь ходить не хочет. Что делать, терпеливо ждать, молиться и надо ли? Ну, пусть сын съедет вообще в отдельную квартиру для начала, чтобы пусть все-таки свою семейную жизнь они сами налаживают, да? Вот. Своё православие навязывать тоже не нужно. Причем оно правильное и неправильное, наверное, только священник-духовник может правильно определить. Вот. А я думаю, они разберутся сами, как там ходить в церковь, в какую церковь, что там делать. Может быть, здесь вот Господь призывает именно через сына, если он верующий, читает молитвы, вот именно, как бы, осеменить верой, да, свою возлюбленную, привезти её в храм и таким вот образом ввести её в сообщество православных людей. Такое тоже может быть. А когда вот с такими советами там бабушки, мамы пристают, они могут отбить желание общаться у сына с девушкой, у девушки с сыном, да, и начинают манипулировать жизнью взрослых людей, чего, в принципе, происходить не должно. Поэтому здесь вот такой вот совет. Как быть на литургии слабослышащему человеку и не знающему языка жестов? Ведь нужно понимать, что читается и поётся во время литургии. А так стоишь с пустой головой. Очень хороший вопрос. Но дело в том, что у нас, во-первых, если это за Москву говорится, да, как говорится, за Одессу, за Москву, вот, то у нас в Москве есть всё-таки в Новосилманном бывшем монастыре есть храм, где именно с урдопереводом идёт божественная литургия. И там вот люди с ограничениями по слуху, вот, они могут участвовать в этой литургии. Там даже, по-моему, с ограничениями по зрению. Ещё в Новокосиново, кажется, храм есть. Ну, есть, есть они у нас в Русской Церкви. Поэтому вот так. Но если человек хочет именно в этот храм ходить, или в другой, у нас есть книжечки, где вот он открывает, он слабослышащий или неслышащий? Слабослышащий. Ну, значит, он что-то слышит всё-таки. В каждом храме есть катехизатор. Следовательно, он может с ним либо по СМС-очке, либо написать какой-то вопрос. И катехизатор может ему ответить. Таким же образом. Или через аппарат. Дать ему книжечку «Всеночное бдение», «Божественная литургия». Там всё русским языком прекрасно написано. Вот ещё есть переиздательство книги нашего митрополита Илариона. Алфеева тоже выпустил и катехизис, и перевод богослужения. Прекрасная книжка, которая, в принципе, продаётся в православных храмах. Или её можно попросить на момент богослужения и помолиться вот по этой книжечке, и участвовать таким вот образом в богослужении. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Мы вас внимательно слушаем. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. В одном из рассказов Валерия Николаевича Лягина я услышал такую фразу «Не вноси в церковь хвату блудницы и цену пса». Что означает эта фраза? Спасибо. Ну, дело в том, что действительно, это есть такие каноны церковные, что не нужно в церковь нести всё грязное. То, что это перечислено, это всё духовная грязь называется. То, что перед очами Божьими – это мерзость. То, что Бога мерзко, то, что Богу неприятно, то, что чем ты Бога можешь оскорбить, то лучше к святыне не подносить, не приносить. То есть избавься от этого, сделай своё сердце лучше. Мысли, если у тебя есть какие-то мысли, которые там оскверняют тебя, когда ты подходишь к причастию, да, то мы эти мысли, что должны с ними побороться, должны переубедить себя, должны настроить себя на соответствующий лад, и с чистыми мыслями, да, то есть это возможно прикоснуться к святыне, потому что оно чистое, очищенное. А вот грязь, всякую мерзость, всякую перед очами Божьими переносить не нужно. Ну, обычно писатели такие вот, которые пишут такие гражданские романы, поэмы, там, или произведения различные, они пытаются человека, может быть, каким-то нравственным примером оградить от чего-то нехорошего. И поэтому такие вот приёмы применяют. Ну, в принципе, это очень хороший приём, потому что здесь вот именно вот этот вот приём позволяет человеку избавиться от всего наносного, ненужного противному Богу и церкви. Вопрос такой. Видел ли батюшка ангелов? Какой? Вы. Я? Видели ангелов? Ну, я знаю, что они существуют, и прошу Господи, чтобы не видеть их. Почему? Ну, потому что я грешный человек. Я грешный человек, а зачем мне ангелы? Я знаю, что, когда совершаются божественные литургии, я знаю, что они присутствуют там, я знаю, что они помогают, что они сослужат, что они тресвятую песню, когда особенно воспевают, воспевают, и же херуимы, когда поют, я знаю, что они определенным образом присутствуют. Вот. Ну, вот не хочу, боюсь я этого, потому что, ну, знаешь, что они есть, и мне этого достаточно. Я верю в это, и мне этого достаточно. Ну, как вам сказать, почему? Ну, потому что, наверное, если человек вот такой вот слабый, я слабый, я считаю себя слабым ещё человеком, который должен укрепляться и в вере укрепляться, и в своём служении укрепляться. Ну, представьте, человека привезти в морг, как, допустим, показать ему мозги. Что с человеком произойдёт? В обморок упадёт? Ударится головой по стенку или о пол. Поэтому испугается. Я думаю, то же самое со мной произойдёт, потому что это настолько силы, такие божественные, которые, в принципе, почему они сокрыты? Ну, потому что Господь бережёт нас, понимаете? Поэтому... Но ведь говорят, что раньше, в первые века, было больше чудес. Почему сейчас этого нет? Так, потому что люди тогда были ещё не так пронизаны грехом. А кто такой монах? Это человек, который стремится ко спасению. А что мы не грешны? Грешны. Что мы не падаем? Падаем. Ну, и встаём. И просим у Бога помощи. Поэтому здесь вот мы просим Бога помощи, но вместе с тем знаем, что ангелы есть, но показывать их нам не надо. То есть не нужно ждать чудес? Нет. Для меня чудо произошло, вот когда Христос воскрес. Это самое большое чудо. Мне Господь показал, что произойдёт со мной, что, как это будет вообще. И видимым образом то, что читаешь Священное Писание, это просто список чудес, которые всё время уверяешься, когда снова начинаешь читать. Ну, а если с физиологической точки зрения, для меня очень большое чудо, когда бьётся человеческое сердце. Вот там не бьётся, а там бьётся. Вот как бы там не решали вопросы с электрохимическим составом там внутри клетки, вне клетки состава вот этой жидкости. Но вместе с тем, пока вот ещё не решили, и Господь даёт сильное сердце, даёт слабое сердце. Вот оно функционирует. Как мозги работают, это большое чудо, да? Тоже, вот. Поэтому я вот человек, который, наверное, не на стопах или на пути апостола Фомы. Не хочу пальцы засовывать Христу в рано. Вот я всё-таки верю в то, что он говорит. Очень трудно молиться. Сердце стало каменным. Что могло случиться? Лень человеческая. Лень человеческая, которая, в принципе, человек купается, может быть, в достатке. Ему хватает всего того, что у него есть. Понимаете? Вот. А человек всё-таки, если брать, так вот, рассматривать его как физиологическое существо, ну, в день он должен проходить 10-12 километров. Человек ведёт собирательный образ жизни. Понимаете? То, что касается его физиологии. Что касается человеческого духа, то, соответственно, он должен хвалить Бога, как написано в Священном Писании, сколько раз? Очень много раз, да, утренние, вечерние молитвы, молитва в продолжении дня, да, вот в богослужении, как он должен участвовать, в полуночнице, по вечере должно быть, правильно? Вот. Потом, там, сон, работа. Если человек вот это всё исполняет, сердце никогда не окаменеет. А человек не молится. Там прочитал, там, Господи, помилуй, Господи, прости. Серафимовское правило или Серафимово правило какое-то придумали, вот по нему спасаются. Я думаю, как это так? Ну, попробуй одни сухари поешь только. Наешься тренинг. Там вроде какое-то краткое правило, но в течение дня несколько раз повторяется. Ну, ты поешь сухари. А там сухари есть? Целые, ну, нет, я говорю, ты сухари возьми, вот просто поешь сухари, а ты хочешь первое, второе, третье, котлетка, компот, чтобы был, да, чтобы насытить организм. Так и молитва, когда она, вот, допустим, по рекомендации церковной, да, там же молитвы, сколько там, 11, там 12 молитв, там утренние, вечерние молитвы, там же и Богородице, и ко Спасителю, и ко Святым, и к Ангелу-Хранителю, да, то есть вот такое вот, как вам сказать, обильное такое вот питание для души, да. А когда вот это Серафимово правило, или там просто там какое-то правильце, ну, это как сухари, говорю, это вот такой вот пример, который, будет человек на сухарях жить? Да, будет, но у него будет там какие-то проблемы там с авитаминозом, какие-то проблемы будут с обменом веществ. Так и точно сам происходит и с душой, понимаете? Какие-то проблемы душевные будут, потому что, ну, человек не спасается только этим, потому что церковь всегда делится чем? Своим опытом. Если церковный опыт показан нам через молитвослов, как надо молиться, какими молитвами, ни больше, ни меньше, возьми, прочти, возьми, впитай это вот сердцем, духом, тебе будет проще жить. А если ты будешь по-своему жить, там, навалишь себе молитв, там, по полпсалтыри прочитывать в день, ну, покушай побольше, там, такое будет, ожирение духа будет, знаете, это тоже прелесть называется, по Игнатию Брянчанинову. Поэтому здесь надо все в меру делать, как рекомендует церковь. Но ведь все равно есть какие-то правила. И вот часто об этом спрашивают. Вот молитвы утренние, вечерние уже, ну, как сказать, наизусть выучены, каждый день читаешь. Вот. Можно ли вносить в свое молитвенное правило какое-то разнообразие? Вот так задам вопрос. Ну, вы знаете, вот мы, по-моему, божественные... Можно же просто смотреть, как мантры читать, уже не будет никаких чувств. Вот смотрите, мы, ну, сходите в зоопарк, в клетку ко льву, там, и попробуйте от него убежать. Чувство проснуться? Ну, наверное, проснуться какие-то. Чего он хочет? Адреналина? Или чего? Какое чувство его не хватает? Не знаю. Он уже, он уже, он уже живет в тишине, в спокойствии. Это уже значит, уже хорошо. Понимаете? Чего надо человеку? Какое там ожесточение сердца? Ну, если ты выучил молитвы наизусть, то озаботься, вот, объяснить все слова, которые ты выучил наизусть. Потому что ты все время, допустим, читаешь молитву овчинашу сколько раз там, и на греческом, и на латинском, и на иностранных языках ты слышал. А когда ты начинаешь еще объяснение, а еще различных толкователей читать, то ты просто думаешь, ну, ничего себе, только всего лишь Отче наш. А сколько там бездна, там океан всего, премудрости открыт в этой молитве, понимаете? А я ее там несколько раз в день прочитываю, это Отче наш. Вот. Попробуй объяснить, что там в этих молитвах. Да. Попробуй объяснить, что там тебе церковь, что тебе святые хотели донести до твоего сердца, до твоего ума. Вот. Не хватит жизни, чтобы это все объяснить. А если ты живешь так вот, так вот, ну, это вера? Нет. Ну, я буду, мы будем надеяться, что все будет хорошо, все эти сомнения будут развеяны, и мы в наших эфирах, в том числе и в наших передачах, стараемся помогать всем, кто просит нас, просит помощи, да, в том числе и в таких сложных, бытовых, даже можно сказать, вопросах. Мы будем прощаться, батюшка, вот я попрошу вас обратиться к нашему телезрителю. Хорошо. Хотел бы пожелать, дорогие телезрители, чтобы сердце ваше всегда было живо и участвовало в вашей молитве, чтобы молитва была действительно сердечная, чтобы жизнь ваша всегда была окрашена красками прекрасного, духовного, божественного. И пусть божественная благодать, покров, престол, владычица нашей Богородицы, благословение святителя Николая, чудотворца, пребывает со всеми вами. В гостях у нас был архимандрит Александр Глоба. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»